Ребята, здравствуйте! Сегодня мы вместе с Леной и Ромой отправимся в далёкое путешествие. «А куда?» — спросите вы. Отгадайте загадку. Океан бездонный, океан бескрайний, безвоздушный, тёмный и необычайный. В нём живут вселенные, звёзды и кометы. Есть там невесомость, солнце и планеты. Ребята, конечно, это космос. Это огромное бесконечное пространство. Космос всегда манил людей своей неизвестностью. Людям хотелось взлететь высоко, туда, где звёзды, и узнать, что же там за небом. А как же попасть в космос? Сначала нужно преодолеть земное притяжение. Вы спросите, что такое земное притяжение? Это такая сила, которая всё притягивает к земле. Вот смотрите, ребята, если мы бросим мяч вверх, он вернётся обратно на землю. Или дети сильно-сильно подпрыгнут вверх, всё равно опустятся на землю. Так работает сила земного притяжения. Она притягивает к земле любые предметы, даже воду в океанах. Она не даёт людям и животным падать с поверхности земного шара. Но действие этой силы заканчивается там, где начинается космос. Там, наверху, за небом, этой силы уже нет. Там космос. И чтобы в космос попасть, нужно преодолеть силу земного притяжения. Сделать такой транспорт, который был быстрее, сильнее и мощнее силы притяжения Земли. Учёные думали долго и создали ракету. Давайте посмотрим, что же такое ракета. По сути, это много мощных двигателей, расположенных друг за другом. Смотрите, ребята, вот ракета. Она на старте на космодроме. У неё есть крылья. В них четыре двигателя. Они мощные и работают вместе в тот момент, когда ракета стартует и набирает скорость. Как только топливо в них заканчивается, двигатели отделяются от ракеты и падают. Они ракете уже не нужны. Это называется отделение первой ступени. Дальше ракета летит на двигателе второй ступени. Он находится внутри корпуса ракеты. После отработки двигатель второй ступени тоже отделяется. И облегчённая ракета продолжает полёт на двигателе третьей ступени. Наша ракета уже почти достигла космоса. И тут происходит чудо. Смотрите, ребята, створки в верхушке ракеты, как скорлупки, раскрываются. А там внутри космический корабль. Да, именно эта часть, спрятанная в самой верхушке ракеты, и есть космический корабль. Наш корабль продолжает лететь на двигателе третьей ступени. Именно третий двигатель выводит корабль на орбиту Земли, а потом тоже отработав, отделяется и сгорает. Ну вот, мы и в космосе. Здесь кончается земное притяжение и начинается невесомость. Весь путь на ракете от Земли до космоса составляет всего 10 минут. Из чего же состоит космический корабль? При выходе на орбиту из боковых частей корабля разворачиваются солнечные батареи. Они собирают энергию Солнца, чтобы в космическом доме было электричество, свет и тепло. Часть, похожая на шарик, это дом и научная лаборатория для космонавтов. В длинной части находится кресло космонавтов и пульт управления. Это еще и спускаемый аппарат. Именно в этой части космического корабля космонавты возвращаются на Землю. А что же такое космическая станция? Если соединить в космосе, состыковать несколько космических кораблей, то получится космическая станция, как дом с разными комнатами. Здесь космонавты живут, проводят научные эксперименты, в защитных скафандрах проводят работы в открытом космосе. Без полетов в космос люди сегодня уже не представляют жизнь. Космические спутники помогают нам во всем. Сверху они следят за погодой, за планетой, обеспечивают телефонную связь, интернет, подсказывают путь кораблям в океанах, обеспечивают работу радио, телевидение. А теперь давайте, ребята, вспомним имя самого первого космонавта. Вот он, наш герой Юрий Гагарин. А вот космонавт, который первым вышел в открытый космос в скафандре. Имя его Алексей Леонов. А вот Сергей Королёв, который первым в мире придумал и сконструировал ракету, которая смогла вывести человека в космос. Эти люди – наши герои, герои космоса. Они очень смелые, умные, и мы всегда будем ими гордиться. А сейчас, ребята, давайте вместе с Леной и Ромой смастерим шлем космонавта. Возьмем верхнюю часть от картонной коробки. Нарисуем контур шлема. Окошко – иллюминатор. Добавим кнопочек. Теперь с помощью взрослых аккуратно вырежем по контуру наш шлем и прорежем окошко для лица. Украсим шлем деталями. Из двух полосок картона сделаем крепление. Надеваем на голову, и мы готовы к полёту в космос. Полетели с нами, ребята! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова